Привет, дорогие друзья, с пятницей вас! Сегодня мое очередное видео выкладываю на YouTube. Оно сегодня о том, что происходит во время инспекции, почему они нужны, home inspections, вообще что это такое. Ну и основное это, что вообще происходит и что от чего от этих инспекций ждать. Меня зовут Нара, я риэлтор в Северной Вирджинии и делюсь с вами своими знаниями, опытом, перевожу какие-то вещи со сложного риэлторовского языка в более простой, чтобы вам было проще при покупке и продаже домов. Одна из больших составляющих частей покупки и продажи дома это инспекция дома. И несмотря на то, что сейчас такой рынок, что покупатели покупают дома без инспекции, ну просто ненормальный рынок, в нормальных условиях, когда рынок здоров, делается инспекция и покупатель просит продавца какие-то вещи ремонтировать, если что-то там найдено серьезное. Мы не говорим о том, что покупатель просит что-то покрасить дом на свежую там или что-то такое минимальное сделать, косметическое. Мы говорим о серьезных проблемах, если что-то найдено более серьезное, например, сломано окно или не работает холодильник или что-то так, кондиционер не работает, то есть какие-то серьезные вещи. До 2010 года в Вирджинии дома продавались с условием, что продавец должен был, должен был, обязан был сделать так, чтобы все функциональные системы в доме работали на сто процентов. То есть это сантехника, это электричество, это appliances, то есть все функциональные системы дома. В 2010 году Вирджинии был принят закон о том, что все дома продаются as-is и все ремонтные работы, все, что покупатель хочет, чтобы продавец сделал, теперь перенесли на переговоры. То есть это все должно было быть переговорено в контракте и, соответственно, в приложениях к контракту после вот этих инспекций. В нормальном хорошем рынке на инспекцию ставится условие, то есть в контракте прописывается, что да, мы купим этот дом, если инспекция проходит наши требования, нормальные требования. То есть инспектор должен проверить дом и если все нормально, мы покупаем дом. Если что-то найдено, то мы договариваемся, что продавец там что-то ремонтирует, что-то не ремонтирует, то есть это уже переговоры. Опять-таки повторюсь, что сейчас рынок такой очень сильный, хороший для продавцов, поэтому покупатели готовы давать предложения без условия на инспекцию. Хотя я всегда своим клиентам говорю, что желательно эту инспекцию все равно сделать, чтобы, по крайней мере, знать, на что вы идете. Есть другие механизмы ухода от контракта, не потеряв депозит. Если что-то во время инспекции находится и вас не устраивает, мы всегда можем вас из контракта вывести и при этом вы не потеряете депозит. То есть есть такие механизмы, но для продавца важно то, что вот этот еще один вопрос по инспекции, по условию, что если что-то найдено, то покупатель будет просить продавца ремонтировать, его не будет в контракте и тогда такой контракт более сильный. Вот поэтому сейчас в наших условиях вот такие вот делаются вещи, чтобы контракт как-то усилять, а условия на home inspection убирается. Так что же все-таки происходит во время инспекции? У нас есть команды людей, у каждого хорошего агента есть несколько инспекторов, которых мы рекомендуем. Покупатели уже сами выбирают из этой команды, либо они сами находят инспекторов, кто-то им может быть из друзей советует, или они находят через такие сервисы, как ThumbTrack или HomeAdvisor, основываясь на reviews. То есть в конечном итоге найти инспектора – это обязанность покупателя самого. То есть мы поможем, мы дадим наши контакты, но покупатель должен сам найти инспектора, договариваться о стоимости и, соответственно, назначать время инспекции. Когда приходит время инспекции, агент должен присутствовать во время инспекции. Но сейчас в ситуации с вирусом нам говорят, что желательно, конечно, не заходить в дом во время инспекции, может быть, даже сидеть как-то снаружи или даже есть агенты, которые просто вообще не появляются на эту инспекцию. Я стараюсь приходить. Почему? Потому что тогда мне более понятно, что происходит с домом, в каком он состоянии, на что обращать внимание и что акцентировать при переговорах дальнейших. То есть это как-то помогает мне, как агенту представлять интересы моего покупателя. Поэтому я всегда стараюсь присутствовать на инспекции. Значит, смотрите, инспектор приходит. Как правило, инспекция занимает от двух до четырех, пяти часов, шести часов в зависимости от размера дома. Потому что инспектор в первую очередь проверяет все, что вне дома. Это как вода отходит от дома, как участок вообще расположен, собирается ли вода у дома, протекает ли она внутрь, протекает ли крыша, насколько старая крыша. То есть это все смотрится снаружи, фотографируется, записываются, где-то какие-то инспектора используют дроны, чтобы смотреть, какая крыша и так далее. Все это записывается. Потом инспектор заходит внутрь и проверяет все с подвала до крыши, до чердака и туда дальше на крышу. Проверяется все, что видно. То есть стены ни в коем случае не вскрываются. И у инспекторов есть такие инструменты, которые измеряют влажность стен. То есть если, не дай бог, где-то идет протечка воды, скажем, в подвале, они могут, по крайней мере, если даже мы это не чувствуем, мы не чувствуем запах плесени, мы не чувствуем влажность. Иногда очень часто я вижу dehumidifiers в подвале, что нормально. Это не обязательно говорит о том, что есть протечка воды, просто сам подвал, он сам по себе всегда более влажный. Поэтому всегда ставится dehumidifier в большинстве случаев. У инспекторов есть инструменты, которыми они проверяют, насколько влажные стены, чтобы, не дай бог, не было где-то протечки воды извне. Были у меня несколько случаев, когда были стены мокрые за панелями. В подвале подделан бейсмент, в подвал отделан, все красиво. Сделали инспекцию и увидели, что, оказывается, вода протекает извне, особенно после дождя. И это только-только начиналось, и это уже не было видно, не было чувствовалось. Но инспектор это нашел. Мы, конечно же, заставили продавцов это исправить. То есть есть механизмы. Продавцы, как правило, это дело будут исправлять. Потому что, ну а какой смысл? Сейчас мы уйдем, а другой покупатель будет требовать то же самое. Поэтому это уже считается material defect. Если агент продавца знает о том, что протекает подвал, это уже обязанность агента продавца говорить всем потенциальным покупателям и их агентам о том, что протекает подвал, если его не отремонтировали. Если его отремонтировали и этого дефекта уже нет, агент продавца не должен ничего говорить никому. То есть если этот дефект уже отремонтирован. Вообще любые материальные дефекты в доме – это обязанность агента продавца. Если он знает, что что-то не так, он должен это рассказывать. Он не может это держать в секрете. Поэтому имейте это в виду. Продавцы, если у вас какие-то есть проблемы в доме, не думайте, что это проканает и вы его продадите и избавитесь. Оно все равно выплывет. Оно выплывет либо при инспекции, оно выплывет либо потому, что агенты покупателей могут что-то увидеть, заметить, или оно выплывет после сеттлмента и человек, покупатель… Есть механизмы, есть вещи, когда инспектора видят, что продавцы, скорее всего, знали об этой проблеме. И тогда вы открываете путь покупателю подать на вас в суд. Поэтому если что-то у вас не так, отремонтируйте. Вложите эти деньги, сделайте, отремонтируйте, и это вам принесет больше в конечном итоге денег и спокойствия души, что вы продали дом в хорошем состоянии. К сожалению, к очень большому сожалению, иногда бывает очень редко, но бывают случаи, когда продавцы недобросовестные. И продают дома с большими трещинами, например, в Foundation, которые потом покупатель находит, и это просто очень-очень неприятно. И это не хороший сценарий, это просто приведет к очень большим последствиям. Но это как бы мы отошли. То есть вот инспектор проверяет все, начиная с подвала, и он проверяет все системы, кондиционер, отопление, сантехнику, электрику. Он должен проверить все розетки, он должен проверить все окна на предмет, то, что окна должны быть открываться, закрываться без проблем. Они проверяют все апплайенсы, они включают стиральные машинки, сушилки, они стирают посудомоечную машинку, включают посудомоечную машинку. То есть они все это проверяют. И потом в отчете вам все пишут. Вы, как клиент, как покупатель, тоже должны присутствовать при инспекции, но не при всей. Не обязательно прям ходить все эти два, три, четыре, пять часов за инспектором. Можно прийти в последний час этой инспекции. Он всегда скажет, когда он будет заканчивать. Тогда инспектор вам пройдется по результатам и покажет, где что. Где выключается вода в дом, где нужно, допустим, на зиму закрывать краны и что нужно делать. Он вам покажет, где электрическая панель. Он вам покажет все в доме. Чтобы, когда вы въедете, у вас был отчет в письменном виде с фотографиями, где вы уже можете в любой момент посмотреть, где что включается-выключается и как что работает. И такие инспекции, как правило, стоят от 300-400 и до выше тысячи. Опять-таки, зависит от размера дома, от инспектора и от местности. Инспекция в Арлингтоне может стоить дороже, чем, скажем, инспекция в Стаффорде. То есть, есть такой разброс цен. Ну, вот это, в принципе, вкратце все. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, звоните. Я с удовольствием вам отвечу на эти вопросы. И, по-моему, я рассказала все. Инспекция бывает, просто вот, чтобы сказать еще, что инспектора также делают инспекцию на радон. Радон – это газ, который аккумулируется ниже. Он тяжелее, чем воздух, и он аккумулируется обычно в подвале. Если у вас есть дети или животные, то обязательно нужно делать тест. Если подвал проветриваемый, если есть окна, которые постоянно открываются, двери, которые постоянно открываются, радон, у него нет возможности собраться, аккумулироваться там. И он опасен, он вызывает рак, но он опасен тогда, когда он собирается, когда его накапливается годами, месяцами, тогда он становится опасным. Поэтому не паникуйте, если у вас в подвале есть окна и двери, просто периодически их открывайте и проветривайте. Но если у вас подвал в земле, даже если вы просто уже живете в таком доме, то желательно сделать все-таки инспекцию. И если есть радон, то лучше поставить систему, которая этот радон будет выкачивать из-под дома. Опять-таки, если есть вопросы, звоните. У меня есть люди, которые это делают. Это стоит от 800 и до 1500, опять-таки, в зависимости от размера дома. Но для спокойствия души, если у вас подвал непроветриваемый, то, наверное, лучше это сделать. Вот. Ну, все. На этом все. До следующей пятницы. Если есть какие-то темы, на которые вы хотели бы, чтобы я записала видео, пожалуйста, обращайтесь. Надеюсь, что вам это видео помогло. И звоните с вопросами. Хороших выходных! Пока! Субтитры создавал DimaTorzok